Это город С, меня зовут Инесса Панченко, здравствуйте. Начинать новый бизнес проще с поддержкой опытных менторов и инвестициями известных фондов. В мире работает множество акселераторов, ограниченных по времени программ поддержки стартапов. Команда помещается в условия, позволяющие создать проект, способный выйти на рынок и получить инвестиции. Это вкратце. В скором времени в Самаре начнут реализовывать часть крупнейшей государственной программы по поддержке стартапов «Акселератор Generations». Что ждет участников, какие призы, бонусы и вообще подробности этого проекта, обсудим как раз сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Аркадий Селезнев, руководитель стратегических проектов регионального центра инноваций. Здравствуйте. Здравствуйте. И Николай Законов, основатель стартапа. Добрый вечер. Здравствуйте. Надеюсь, вы-то нам уже поможете с другой стороны на все это взглянуть, как человек, прошедший. Итак, Аркадий, у меня к вам все-таки предложение. Несмотря на то, что тема стартапов, инвестиций, бизнес-проектов в нашем эфире не нова, мы периодически на эту тему общаемся, но, может быть, кто-то не слышал, кто-то недопонял, поэтому давайте от печки все-таки спляшем снова. Итак, инновации и стартапы. Что это такое? На самом деле стартапы – это очень такой модный термин, к сожалению, его очень часто используют, даже не понимая, какой смысл вкладывается вот в это понятие. То есть очень многие люди считают, что если они открывают булочную у себя во дворе, то это стартап. Нет, это не стартап, то есть это не стартап вообще ни в каком даже самом первом приближении. То есть по большому счету даже компании, которые так или иначе относятся к сфере поддержки, к институтам развития, тем организациям, которые помогают стартапам, люди, которые работают в этой индустрии, зачастую расходятся во мнении, что такое стартап. То есть нет четкого определения, терминологии. То есть вот стартап – это такое достаточно емкое понятие, каждый вкладывает в него что-то свое. Модное, но непонятное слово. Да, да, вот оно непонятное. То есть даже не только человеку, который далек от всего этого, даже профессионалам, которые, казалось бы, работают со стартапами и должны знать, что это такое. Ну вот зачастую люди вкладывают разные понятия в этот термин. Я поэтому, в принципе, могу свое субъективное мнение озвучить, что для меня такое, что я считаю стартапом. Надеюсь, оно будет предметно-простое. Но, к сожалению, нельзя в двух или трех словах сказать об этом. То есть стартап – это, во-первых, временная структура. Нужно понимать, что стартап – это не то, чем вы можете заниматься 20 лет. То есть когда это заработает, это уже будет не стартап. Да, да, конечно. То есть стартап – это временная структура, которая должна вообще создается для того, чтобы проверить бизнес-модель, которая еще неизвестна, которая никем не реализована. Грубо говоря, если вы открываете во дворе булочную, вы можете пойти в соседний двор к владельцу другой булочной и выяснить, как он работает. Кто является покупателем его продукции, кто является поставщиком, какие издержки, затраты он несет, на чем он зарабатывает и прочее, 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 прочее. То есть вы узнаете о бизнесе, в принципе, все, и можете лучшие практики скопировать, и вот ваша булочная заработала, стала приносить деньги. Стартап – это совершенно другое. То есть мы открыли булочную, это будет наш бизнес. Это будет бизнес, да, к стартапам это не имеет никакого отношения. Стартап – это то, что раньше до вас никто не делал. Да, то есть, ну, если мы возьмем какую-нибудь известную историю успеха, да, там, допустим, соцсеть, фейсбук, например, да, до этих ребят никто не делал соцсетей. То есть не было понятно вообще, ну, то есть принесет это деньги какие-то. А, условно говоря, если эти булочки будут выпекаться из пальмовых листьев, это будет стартап? Ну, либо они будут выпекаться каким-то вот исключительным способом, да. То есть если это будут булочки, которые… Как принтери. К примеру, да. То есть есть, на самом деле, есть история, которая печать, 3D-печать съедобных объектов. Да, это стартап, потому что никто не понимает, насколько это будет востребовано. Никто этого до сих пор не делал. Непонятно, жители вашего микрорайона, вот, проникнутся идеей вот этих напечатанных булочек или же не воспримут ее совсем никак. Да, вот это стартап. Хорошо, а сколько времени это будет продолжать оставаться стартапом? До тех пор, пока кто-то еще это сделает? Нет, до тех пор, пока вы не разработаете бизнес-модель, которая не позволит вам сделать прибыльный бизнес. Да, то есть когда вы поняли, на чем заработать, кто ваш покупатель, вы сделали эту напечатанную на принтере булочку и начали ее продавать, вот как только все это начало приносить вам доход, можно говорить о том, что у вас уже вот становление бизнеса. То есть вы нашли свою бизнес-модель, вы нашли свое место на рынке, вы начали на этом зарабатывать. Да, это уже бизнес. Есть несколько вариантов, да, вот развитие истории с успешным стартапом, то есть основатели стартапов в конечном итоге, да, если говорить об успешной истории, либо делают это дело в своей жизни, да, вы печатаете эти булочки и дальше, развиваете свой бизнес, открываете, я не знаю, киоски по печати булочек в соседних дворах, либо вы продаете ваш стартап на каком-то этапе, да, когда он уже готов стать бизнесом инвестору. Хорошо, Аркадий, а еще раз для непосвященных, а чем тогда стартап отличается от… То есть это же инновация? Да, конечно. Ну, то есть… Поставить равно между этими понятиями? Я не думаю, что вот знак равенства – это действительно вот то, что нужно в данной ситуации. То есть стартап – это все-таки структура, это некая организация, да, это некое количество людей, энтузиастов, которые это делают. Мысль, но уже и мысль реализована. Да, относительно инновации, ну, это может быть, вы знаете, такие вещи достаточно фундаментальные, это может быть и ближе к науке можно взять, да, то есть вообще не про бизнес можно говорить. То есть инновация – это другое немножечко все-таки понятие. То есть стартап – это речь все-таки идет про коммерциализацию, про зарабатывание денег, да, то есть это вот не академический интерес, это бизнес-интерес. И поэтому, в принципе, вот стартапам обязательно нужны образовательные программы, акселерационные программы, то, о чем мы сегодня хотим поговорить. То есть это то, что нужно стартапу, потому что, вот, к сожалению, то, с чем мы сталкиваемся, когда работаем с проектами, да, с людьми, которые пытаются сделать, запустить свой стартап, люди делают, запускают свой стартап задом наперед. Да, то есть, грубо говоря, человек изобретает квадратное колесо, доводит его до совершенства, приходит с ним на рынок и обнаруживает, что оно никому не нужно. Прежде чем вы скажете, с чего тогда начать правильно, я хочу для тех, кто только что подключился к нам, сказать, что сегодня в Гордец мы говорим о том, как заработать деньги, да, в первую очередь, наверное. А может быть, в первую очередь мы говорим о том, как реализовать себя. Это, собственно, наверное, у кого что превалирует. Вы со мной не согласны. Я согласен. Дело в том, что вот мы с Николаем обсуждали это буквально перед эфиром и пришли к выводу, наверное, вот он сейчас расскажет, у него хороший пример, ну, потому что стартап чаще всего – это не про деньги. Ну, так или иначе. Про реализовать себя. Ну, вот, наверное. Ну, понимаете, так как я не продвигаю собственный стартап, наверное, Николай, вот он имеет право рассказать об этом от первого лица, вот он знает. Хорошо. Тогда я напомню, телефон прямого эфира – 202-11-22. Если все-таки у вас есть какие-то вопросы, вы можете звонить к нам сюда в студию. И, кроме того, наш режиссер периодически будет показывать вам на экране номер телефона – 332-57-82. Это телефон, по которому вы можете звонить в любое другое время, за исключением ночного, да? Это в рабочее время, да, в рабочее время можно связаться со мной. И, Аркадий, более подробную консультацию даст тем, кого это будет интересовать. Итак, Николай, вы человек, который прошел этот этап, который имеет этот самый стартап, да, можно так сказать или нет. Да, конечно. Так вот, а с чего вы начали? И на базе вашего опыта с чего все-таки нужно начинать? Вот начинать нужно однозначно не с того, с чего начинал я. Это как раз и есть тот самый опыт стартапа. Учитесь, пожалуйста, на чужих ошибках. Вот. Очень коротко скажу, что началось все примерно в 2008 году. Почему так давно, сейчас поясню. В 2008 году я побывал в США. Там я и встретил сначала своего босса, у которого я работал, а затем моего коллегу, партнера, как раз по нашему проекту. Тогда это был действительно еще проект. В 2010 году, когда я закончил вуз, этот человек прилетел сюда, полностью мотивированный запустить новый проект, телекоммуникационный проект в интернете. Мы вместе много работали, собрали команду. Практически 8 человек у нас было в одном офисе. Он был не просто моим коллегой, партнером, но еще и соинвестором. Благополучно за год мы потратили деньги, которые были выделены, и продукта не получилось. То есть мы не сделали то, что можно было продать. Он многое говорил мне в свое время. Он был ментором. Ментор – это как наставник в IT-среде. Он говорил многие вещи, которые мне тогда были непонятны. И только со временем я это понял. Заморозив проект примерно на 2 года, в 2012 году начались первые мероприятия, посвященные IT-структуре, стартапам, инновационному бизнесу. К нам начали приезжать первые предприниматели, которые уже встали прочно на ноги в этой нише. Это стартап-тур, стартап-викенд и прочие однодневные тренинги, где нам просто преподавали базовые вещи капитализма, наверное, или как это сказать. Мы разработчики, программисты, я сам по образованию программист, мы всегда думали о том, как бы спрограммировать что-то интересное. А вот нужно ли это миру, нужно ли это бизнесу, нам никто никогда не говорил, как это понять. И как раз там, на этих мероприятиях, нам приводились различные методики, теории, была практика, когда мы по 10 раз, по 15 раз за день успевали презентовать свой продукт, и каждый раз это был совершенно другой опыт. И после этого, за одну весну буквально, я, во-первых, понял свои ошибки, понял, что мы делали не так. Все, что мы пытались сделать за год, мы сделали за два месяца. Мы запустили продукт, который можно было вывести на рынок, который можно было продавать, получать первые деньги и, соответственно, назваться, наконец, стартапом. А вот теперь, когда мы услышали про ваши ошибки, давайте все-таки обобщим и попытаемся схематично объяснить тем, кто желает все-таки, что нужно делать. Ну вот, на самом деле, самая распространенная ошибка – это когда люди, энтузиасты своего дела, уверены в том, что вот квадратное колесо, которое они изобрели, которое они готовы сделать, довести до ума мельчайшие детали, проработать их все, вот эти энтузиасты, они не понимают, что когда они придут на рынок, они могут обнаружить, что это квадратное колесо никому не нужно. Да, то есть, вот кроме них, эта вещь неочевидная. То есть, на самом деле, нужно сначала прийти к своему потенциальному покупателю и выяснить, нужно ли ему то, что мы планируем сделать, вот этот инновационный продукт новый. Прежде чем прийти к своему покупателю и спросить, вообще нужно изначально понять, кто ваш покупатель. То есть, вопросов очень много. Когда мы говорим о стартапе, как я уже говорил, бизнес-модель неизвестна. То есть, вы не знаете ничего, вы не знаете, кому вы будете продавать, насколько этому кому нужно то, что вы хотите ему продавать, на чем вы будете зарабатывать деньги. Как все это узнать? Ну вот, узнать это можно в акселерационной программе. То есть, вот, да, мы подходим к основной теме нашего разговора. Какой акселератор автомобилисты знают, а вот все остальные? Ну, на самом деле, то есть, образовательная программа, акселерация, ускорение. Да, то есть, когда стартапу открываются, на самом деле, очень простые истины, никакой сакральной там хитрых каких-то у нас рецептов нет. Мы говорим о достаточно простых вещах, которые становятся очевидны людям. То есть, образовательная программа, она призвана помочь стартапу в его развитии, ускорить его. Да, ускорить развитие этого стартапа. То есть, и эта практика, она общепринятая. То есть, в Самаре есть образовательные программы. Эти образовательные программы есть в Москве, эти образовательные программы есть в Финляндии, в Аргентине, в Чили, в Соединенных Штатах, во Франции, в Англии. Но в Самаре все-таки, как мне кажется, удобнее. Для самарских стартапов, да, наверное, удобнее. Понимаете, в чем дело, акселерационная программа как таковая, нет единого рецепта создания такой образовательной программы. Этих образовательных программ много. И условий участия в этих образовательных программах тоже очень много. Вообще, на самом деле, в общем случае, приход в акселератор обычно сопряжен с тем, что вы привлекаете инвестицию, но передаете долю владельцу акселератора. Да, то есть есть, например, Founder Institute, такая, наверное, наиболее известная и разрекламированная образовательная программа для стартапов. Ну, вот да, то есть все компании, которые учреждаются основателями стартапов, передают долю владельцу этой акселерационной программы. То есть эта штука не бесплатная. В Чили работает несколько иная схема. То есть там есть акселераторы, которые стартапам готовы дать инвестицию, но при условии соинвестирования со стороны стартапа. А Generations? Generations – это федеральный акселератор-конкурс. Там участие в этом акселераторе бесплатное. Вообще, эта история, знаете, такая достаточно большая. Есть российская венчурная компания, которая уже третий год подряд реализует эту федеральную образовательную программу. Эта образовательная программа, она эволюционирует. От года к году она немножечко меняет свой формат, становится обширнее, сложнее, может быть. В этом году вся история акселерационной программы Generation S, она немножечко поменяла формат. В этом году мы пытаемся привести стартапы в крупную индустрию. Почему мы? Потому что стартап Самара, региональный центр инновации, стал оператором одного из семи треков вот этого федерального акселератора Generation S. То есть, весь акселератор, вся акселерационная программа разделена на семь частей по отраслям. То есть, это отраслевые направления. И то, что будет реализовываться в Самаре. В Самаре будет реализован трек Aerospace. То есть, это аэрокосмическая отрасль. Я могу очень много говорить относительно этой акселерационной программы. Почему? Потому что я руковожу этим треком. То есть, там очень много, на самом деле, работ связано с этим. То есть, если говорить о том, что мы пытаемся сделать, мы пытаемся привести стартап с открытого рынка. То есть, мы пытаемся привести его в индустрию, в крупную. Причем, в нашем случае, это закрытая индустрия. Очень закрытая. То есть, авиация и космос, это если не военная история, то как минимум двойного назначения. То есть, это высокий забор, проходная. Вот так вот выглядит индустрия. Вот это. То есть, крупное предприятие, куда мы пытаемся привести стартап. На самом деле, вот как бы истории успеха достаточно мало. Мы хотим, чтобы их стало больше. Что происходит сейчас? Если, вот, допустим, Николай со своими идеями приходит в крупные предприятия аэрокосмической отрасли и говорит, что вот я придумал что-нибудь, да? Ну, неважно, там, новую стойку шасси для самолета, к примеру. Либо, там, я не знаю, какое-нибудь покрытие новое, да, которое предотвращает обледенение крыла самолета во время полета. Что угодно. И приходит на завод, ему говорят, что, ну, вот, то есть, предприятие устроено каким образом? Есть завод, который производит, и есть конструкторское бюро, которое придумывает для этого завода, ну, собственно, то, что этот завод производит. Николай приходит на завод и говорит, я придумал. Ему говорят, ну, дружище, вот у нас есть конструкторское бюро, иди туда и расскажи, что ты придумал. Николай приходит в конструкторское бюро, и ему говорят, ну, друг наш, любезный, понимаешь, в чем дело? Ты пытаешься отнять наш хлеб, составить нам конкуренцию. Поэтому выход вот там. Да, то есть, это вот, если на пальцах, вот, самую простую ситуацию. Если вообще, в принципе, вы попадете куда-нибудь на завод. А что можно изменить в этом? Изменить, к сожалению, вот извне можно немного. Без, при отсутствии мотивации со стороны крупной индустрии, да, вот, заинтересованности, готовности работать со стартапами, изменить можно мало что. Основным корпоративным партнером, вот, в нашем треке является НПУ «Сатурн». Это ведущее предприятие ВДК из Рыбинска. Они делают двигатели для самолетов. И у них есть французские партнеры. Директор по инновациям вот этого завода один раз в разговоре сказал мне очень простую вещь. Он говорит, вот у нас французские партнеры, да, вот, на своем предприятии оставили 7-10 ключевых технологий, которые вот в производстве они контролируют. Все остальную мелочевку они отдали на аутсорсинг, да, то есть, сторонним производителям. Они покупают у поставщиков большую часть комплектующих. Наиболее критичные технологии они оставили вот в стенах своего завода, в стенах своего предприятия. Что это дает? Это дает очень многое предприятию. Если вдруг нам завтра необходимо нарастить количество выпускаемой продукции, мы просто наберем больше аутсорсеров. Да, то есть, больше поставщиков, больше запчастей, вот прямая выгода. Если случилась обратная, кризисная какая-то ситуация, да, и объем производства нужно сократить, не нужно никого увольнять. Просто не нужно заключать новый контракт с частью поставщиков и, в общем-то, все. А вот смотрите, Аркадий, вот, например, зрители нас могут сейчас спросить, а зачем тогда мы должны все это слушать, если это все достаточно сложно, стена непробиваема и... Стена пробиваема, стена пробиваема к счастью. Что должны услышать те, у кого на самом деле есть желание двигаться, развиваться, что-то делать? Стена на самом деле пробиваема к счастью, да, то есть, когда есть в индустрии люди, которые понимают, как должно быть, и что вот можно улучшить у себя на предприятии, и они мотивированные приходят вот в такие образовательные программы в качестве индустриального партнера, вот это как раз вот та пробоина в стене, с которой все начинается. А вот кто конкретно может прийти в эту программу? В эту программу может прийти любой стартап, любой научный коллектив, да, то есть, можно говорить даже о вузовских научных коллективах, к примеру, у которых есть разработки, которые могут заинтересовать индустриальных партнеров одного из семи треков. Треков всего семь, да, то есть, вот в Самаре пройдет образовательная программа, связанная с аэрокосмической отраслью. Есть другие направления индустриальные, то есть, могут прийти проекты медицинские, могут прийти проекты, связанные с робототехникой, с телекомом. Да, то есть, семь треков, они достаточно большой объем знаний, скажем так, перекрывают. То есть, вы считаете, что попытаться смысл есть в любом случае? Конечно. То есть, если есть желание выйти на представителей крупной индустрии, которые мотивированы на работу с стартапами, то вот это вот как раз тот редкий случай, когда, да, вот это можно вполне достаточно легко реализовать. Так, легко это как? Вот что конкретно сейчас люди могут сделать еще? На самом деле, времени, чтобы поучаствовать во всей этой истории, осталось не так много. А прием заявок... Нет, не один день, к счастью, у нас впереди еще неделя, в течение которой будут собираться заявки. Заявка оформляется достаточно легко и просто, да, для того, чтобы подать заявку в акселератор Generation S, достаточно прийти на сайт generationstartup.ru и там онлайн подать заявку, это делается буквально за 15 минут. То есть, вся история, что происходит дальше, давайте в двух словах, да, вот расскажу, вот что будет происходить с проектами дальше. То есть, мы вот сейчас до конца июня соберем определенное количество заявок на участие в этой образовательной программе. То есть, их сейчас вот непосредственно в нашем треке уже более двухсот. Это мы про Самару говорим? Нет, мы говорим про федеральную историю, да, то есть, это заявки могут подаваться на самом деле... Нет, это не только жители Самары. Это не только жители Самары и даже, я больше скажу, что это не обязательно жители России. В Самарске-то хоть заявки есть? На самом деле, самарских заявок очень много, и это радует. У нас аэрокосмическая отрасль, ну, вообще исторически достаточно сильное направление, и проектов в этой отрасли у нас достаточно много. Самарские заявки есть по количеству заявок Самара в нашем треке на первом месте. То есть, ну, вот это не может не радовать, конечно же. Ну, вернемся, да, к графику проекта. До конца июня необходимо подать заявку, как я уже говорил, процедура достаточно несложная. С 1 июля стартует первая часть образовательной программы, это предакселератор. Весь июль в режиме онлайн, через интернет, проекты смогут получать знания относительно того, как правильно запускать стартап. Да, вот приблизительно то, о чем мы говорили. На входе в предакселератор, ну, вот, как я уже сказал, у нас больше 200 проектов. Эксперты, бизнес-эксперты и технические эксперты будут оценивать прогресс каждого проекта на каждом этапе прохождения предакселератора. В августе, во второй половине августа, лишь 30 проектов, вот, из всей массы, да, они, вот, 30 лучших, получат возможность поучаствовать в непродолжительной программе, оффлайн-программе предакселератора. То есть, это будет, на самом деле, вот, финализироваться предакселератор, оффлайн-программа, и там будет порядка, там, 5 дней, когда проекты еще получат какое-то количество полезных знаний и получат возможность представить свои проекты перед экспертами, в том числе представителями, вот, как раз, индустриальных... Это уже не 30, да? Это 30 проектов. А, все 30. Да, вот мы сейчас говорим в рамках трека, да, то есть, треков 7, то есть, нужно понимать, что это более 200, тем не менее, да, вот, таких вот проектов будет, то есть, если у нас на входе в предакселератор в нашем треке 200, на выходе из предакселератора 30, то общая арифметика, она в 7 раз больше. Соответственно, из этих 30, 10-20 проектов получат возможность поучаствовать в образовательной программе, в очной образовательной программе, которая пройдет осенью. Эта программа пройдет частично в Самарской области на наших площадках, частично на площадке корпоративного партнера в Рыбинске. Это будет образовательная программа, уже не та, о которой мы только что говорили. Это будет не про бизнес, это будет про индустрию, потому что есть очень много нюансов, вот, конкретно, да, вот я буду говорить про аэрокосмическую отрасль, потому что вот это мне близко. Ни один акселератор, вот, который дает бизнесовую образовательную программу, не расскажет вам о сложностях и нюансах сертификации, например, в аэрокосмической отрасли. А это очень серьезно. Это, условно говоря, сродни, там, второму, третьему, пятому высшему образованию, да? Да, то есть это очень серьезная такая индустриальная образовательная программа, в которой очень сильно интересные спикеры будут давать знания применительно к отрасли. Аркадий, я все-таки вынуждена переключить разговор с вас, да, потому что у нас совсем немного времени остается. Я хочу спросить Николая, попросить точнее, доступно, может быть, тезисно и достаточно кратко сказать на своем опыте, зачем людям нужно участвовать в этом акселераторе. Мы стартаперы или мы предприниматели видим акселератор немножко по-другому. Мы его видим изнутри. Если инфраструктура видит нас как определенный набор предпринимателей или руководителей, маленьких руководителей пока, которых нужно обучить и нужно добиться нужных показателей, то нам интересно в первую очередь знания, во вторую очередь связи. Потому что, как большинство руководителей и спикеров всевозможных акселераций, как они правильно говорят, что акселератор – это не обязательно знание, это не обязательно букварь, которую нужно прочесть, или лекции, которые мы вам прочтем. Это еще и связи. Почему в одном акселераторе выходят успешные проекты, а в другом выходят не совсем? Не потому, что там были плохие образовательные программы, а потому, что у организаторов не было достаточных компетенций и связей. Например, руководитель одного из самых крупных акселераторов мира поднимает трубку и говорит, у меня есть такой-то проект, а на другом конце провода крупная компания. Возьмите этот проект себе под крыло. Все. Первая сделка. Это, наверное, 90% успеха. Поэтому мы, молодые предприниматели, идем именно за этим. Идем к опытным, идем к тем, кто может нас не просто научить, но и повести за руку. Не все мы бароны Мюнхгаузены, которые могут сами себя вытащить рукой за шкирку. Поэтому это такие люди, которые приходят, полностью перестраивают твою голову, вернее, ты к ним приходишь, полностью перестраивают твоё представление об этом мире. И, то есть, я сейчас резюмирую, попробую. То есть, ты получаешь знания, которые, на самом деле, стоят очень дорого, если бы пытаться это в другом месте сделать. И ты получаешь шанс, условно говоря, человек тебя в какой-то момент доберет за руку и помогает тебе рвануть дальше. Ну, вот, надеюсь, что зрители все-таки услышали и поняли. Нас осталось всего недели, но, тем не менее, шансы есть. Подавайте, пожалуйста, ваши заявки и увидимся в Горде С. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!